И снова здравствуйте, это Укрлайф ТВ и мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала торговая марка Кейтмана, медицинские центры призма. В основном на связи известный экономист Сергей Алексашинга, которого мы очень рады видеть. Сергей, здравствуйте, спасибо огромное, что нашли для нас время. Людмила, здравствуйте, очень рад смотреть и пообщаться с вами и со зрителями вашего канала. Спасибо. Сергей, вот если позволите, хотела бы начать с того, что недавно совершенно у Блумберг каким-то образом оказался внутренний отчет о состоянии экономики на ближайшие несколько лет российской экономики. Этот отчет был подготовлен для правительства и каким-то образом он оказался у Блумберг и они опубликовали ряд интересных позиций. И эти позиции говорят о том, что приближаются очень сложные времена для российской экономики. И в частности, вот я даже для себя отметила, нашим зрителям просто скажу, что вот 80 процентов российского производства зависит от импортного сырья. 95 процентов пассажиропотока происходит на самолеты иностранного производства. 99 процентов производства птиц и 30 процентов производства разведения коров зависят от импорта. Поставка семян зависит от импорта. Падение производства нефти, газа и химикатов, изделий из дерева. Это все грядет в ближайшие годы. И так далее, и так далее. Очень много цифр, которые, если нужно, я могу перечислять, но я знаю и уверена, вы лучше меня ознакомлены с этим отчетом. Скажите, пожалуйста, что в этом отчете может быть правда и что нет? Где тут конспирология, а где настоящее какое-то описание состояния российской экономики? Действительно ли так все будет сложно? Ну, первое, с чем нужно сказать, что я бы ко всему, что пишут западные агентства, ну или российские агентства, со ссылкой на то, что к нам в руки попал документ, относился бы очень осторожно. Потому что, во-первых, никто этого документа, кроме авторов, не видел. Во-вторых, тот же самый Блумберг, помните, он очень активно распространял информацию о том, что якобы Набиуллина собиралась уйти в отставку или чуть ли там не подала заявление Путину, чего на самом деле не было. А в-третьих, не нужно забывать, что, в общем, Кремль достаточно активно ведет информационную войну. И обратите внимание, что одним из основных направлений в информационной войне экономической стало то, что закрыто огромное количество экономической статистики. И аргумент следующий, что враг не должен знать, насколько нам плохо или насколько нам хорошо. Ну и в этой ситуации я бы не стал исключать того, что эта презентация, она была составлена специально для Блумберга, с тем, чтобы он порадовал вот те ведомства в США, в Европе, в других странах, которые вводят санкции, что типа в российской экономике все настолько плохо, что не надо больше ничего делать. Что оно само по себе рухнет, ну, нужно немножко подождать. Поэтому вот это такое, как бы, знаете, ну, ко всему нужно относиться осторожно. И самое главное, что оценивая состояние российской экономики, я всегда предпочитаю опираться на факты, то есть на ту статистику, которую мы имеем, нежели чем на домыслы. Тем более, что сейчас российская экономика вступила в период то, что Эльвира Набиулина, представитель Центрального банка, назвала очень красивым словом, я сначала как-то посмеялся, а потом подумал, ну, действительно, это правда, структурная трансформация или системная трансформация, да, когда вот вся экономика России должна измениться. Примерно так же, как она менялась при переходе от советской экономики вот к постсоветской, к рыночной. Просто и в начале 90-х годов, и сейчас мы знаем стартовую точку, из которой, в данном случае, российская экономика начинает движение, но никто из нас не понимает, как будет устроена конечная точка. Ну, тут на самом деле абсолютно та же самая история, как она была в начале 90-х, когда никто не понимал, какие там советские предприятия окажутся конкурентоспособными, смогут они перестроиться на производство какой-то там современной продукции или не смогут, наладят они технологическое сотрудничество с западными компаниями или не наладят. Вот, но тогда, что называется, отпадали вот все кусочки, которые были неэффективные, все кусочки, которые были связаны с избыточной долей военно-промышленного комплекса, а сейчас от российской экономики постепенно отпадают те элементы, которые связаны с получением современных западных технологий. И здесь нужно хорошо понимать, что вот западные технологии, ну, это не только, вот знаете, там чипы, микрочипы, да, которые вот там вот, что называется, настолько усложнены, что без них никакую электронику нельзя производить. Вот я в последнее время полюбил пример, который нагляден и всем понятен. Вот и у вас он прозвучал, что в презентации Bloomberg России зависит от, там, курицы от птицы на 99%. Ну, это вот не совсем правда, это говорит о следующем, что вот есть курица-несушка, которая несет яйца, да, и которую мы все, там, большинство из нас ест. А эта курица-несушка сама, в свою очередь, рождается из яйца. Это вот называется материнское племя, такой термин в птицеводстве. А есть бабушкино племя. Вот бабушкино племя в Россию завозится из Голландии. Голландия специализируется, Нидерланды специализируются на этом бизнесе, и практически все европейские страны, они получают вот это бабушкино племя, которое обеспечивает генетический результат вот из Нидерландов. И, в принципе, ну, вот, как сказать, там, любой вам птицевод скажет, что нет проблем перейти на российских бабушек. Да, вот это вот бабушкино племя из российских куриц создать. Только при этом яйценоскость кур уменьшается на 10%. Вот, понимаете, вот смешно, да, вот уровень технологии, вот он чем измеряется. Не то, что там Россия не может произвести свой смартфон, там, айфон или еще чего-то такое. Вот просто, там, как это, генетика, это продажная бабка империализма, да, и отставание в генетических разработках, отставание в сотрудничестве с развитыми странами, изоляция российской науки приводит к тому, что, вот, казалось бы, совсем простое, да, там, одну бабушку курицу заменить на другую бабушку курицу, у тебя там на 10% яиц меньше. Понятно, что с точки зрения экономики, ну, вряд ли это будет катастрофой, ну, построить там лишних пару курятников, да, птиц и ферм, но, в конце концов, туда эффективность будет пониже. Но это не означает, что, там, российские граждане вообще будут бегать по магазинам, и в магазинах не будет куриных яиц. Вот, и эта технологическая зависимость, она пронизывает всю российскую экономику, начиная от того, что подавляющее число промышленных технологий, современных промышленных технологий, они в той или иной мере используют западные компоненты, западные патенты, западные знания, и, там, завод по сжижению газа, там, Арктик, СПГ-2, который строит Новотек, вот он построен на 95%, вот 5% критических последних, что называется, элементов, они не поставлены. И сейчас это строительство заморожено, и, там, говорят, что российским компаниям, российскому, там, экономике потребуется два года, чтобы найти какую-то замену. Может быть, импортозамещение в данном случае сработает. Но вот предыдущая попытка Новотека построить блок по сжижению газа на российских технологиях уменьшалась, там, тем, что его доводили до ума, там, 4 года. И то он так на проектную мощность до конца и не вышел. Да, поэтому вот этот процесс будет продолжаться. Вот эти слабые места российской экономики, они будут выявляться с каждым днем, с каждым годом. Но сказать вам, что кто-то в российской экономике, там, Мишустин, как премьер-министр, Орешкин, как помощник президента по экономике, Белоусов, как первый премьер, или Алексашенко, знает вот вообще все-все-все-все такие технологические цепочки и могут каким-то магическим образом посчитать эффект того, что они, там, в течение трех лет будут разрушены, это будет неправда. Мы все это так же, как и в начале 90-х, мы будем видеть это по факту. Мы будем видеть, что каждый месяц что-то происходит, какое-то предприятие остановилось, какое-то предприятие громко заявляет, а вот мы собираемся перейти на российскую технологию. Вот как только вы прочитаете, что какое-то предприятие собирается заняться импортозамещением и перейти на российскую технологию, значит, в этом месте сработали западные санкции, значит, в этом месте технологическое сотрудничество разорвано. Какой эффект будет это совокупный? Опять повторюсь, никто этого сейчас не знает. Сергей, вот вы очень интересно сказали, что в России началась, или повторили слова Набиулиной, что в России началась структурная трансформация экономики. Насколько структурная трансформация российской экономики повлияет на трансформацию экономики разных стран, может быть, даже во всем мире, потому что будут меняться рынки, где-то будут закрываться поставки российской, скажем, нефти или российских энергоносителей, куда-то они будут переориентироваться или никуда не будут переориентироваться. Вот это взаимосвязан процесс и насколько он взаимосвязан? До недавнего времени главным, как бы, не двигательным, а главным, как это сказать, принципом структурной трансформации российской экономики было то, что Россию отделяют от западных технологий, от современных западных технологий. И, в принципе, Россия со своими двумя процентами мирового ВВП экономиков, которые вся обрабатывающая промышленность без учета производства металлов, нефтепродуктов, кокса, удобрений составляет меньше 5% ВВП, у которой IT-сектор составляет меньше 2,5% ВВП. Ну, это, в общем, не очень крупный потребитель с точки зрения мировой экономики. И я думаю, что если даже вообще полностью перекрыть в Россию поставки современной продукции, современной технологии для обрабатывающей промышленности, для IT-сектора, то, в целом, мировая экономика этого не почувствует. Возможно, какие-то отдельные компании потеряют достаточно крупные заказы, но, опять, 2% мирового ВВП, от этих 2% вы берете 5%, ну, и понимаете, что это, вообще говоря, с точностью измерений, с точностью того, как можно вообще померить мировой ВВП. Поэтому вот этот эффект, обратный эффект на мировую экономику, он будет не очень большой. Вторая часть, о которой вы говорили, это то, что Россия является очень крупным, я бы сказал, критически важным поставщиком сырья на мировой рынок. И я об этом говорю постоянно, что основа, там, главный принцип санкционной политики, как у врачей, не навредит, да, то есть бессмысленно вводить экономические санкции, ну, в данном случае против России, которые по твоей собственной экономике бьют гораздо сильнее, ну, или очень сильно по сравнению с тем, как они бьют по экономике России. Если Россия поставляет на мировой рынок каждую шестую тонну нефти, с учетом нефтепродуктов, то понятно, что исчезновение этой нефти, ну, наверное, технологически, юридически можно добиться, чтобы российскую нефть никто не покупал и не перевозил. Но просто что тогда будет на мировом рынке нефти? Куда взлетят цены и что будет с мировой экономикой? Да, и эти санкции не вводятся. И понятно, что в этой части, там, и российская экономика структурно, ну, если будет меняться, то в сторону увеличения доли сырьевых секторов. Да, ну, собственно, это производит каждый кризис, там, и кризис 98-го, и 2008-го, и, там, 2014-го, он приводил к тому, что доля сырьевых секторов потихонечку-потихонечку, но возрастало. Вот. Ну, и есть последнее, да, о чем нельзя не сказать, что на самом деле не связано с западными санкциями, и, скорее всего, это можно назвать как кремлевские или путинские контрсанкции, это то, что «Газпром» сокращает уже на протяжении, там, 13 месяцев, с августа прошлого года, последовательно сокращает поставки газа в Европу. Вот это действительно всерьез влияет на структуру, там, и европейской экономики, и на мировой рынок газа, и на желание или нежелание других компаний, производителей газа, строить газосжижающие терминалы, ну, и так далее, да. Но в российской экономике, безусловно, последствием станет то, что «Газпром» будет проваливаться как компания очень глубоко, но это, вот, я бы сказал так, на мой взгляд, единственный сегмент, где кризис, экономический кризис в России, или конкретно в секторе в России, будет влиять на мировую экономику. Ну, вот, если себе предположить, что прикроют газ полностью для Запада, для Европы, России, то куда денет газ? Это первый вопрос. Второе, куда денет нефть, например, если, скажем, на Западе, там, откажутся использовать и полностью эмбарго ведут на российскую нефть. Ведь это же тоже, там, задействованы куча всего, от этого зависят налоги, от этого зависят рабочие места и многое-многое другое. Куда все это переориентируется? Означает ли это, что это пойдет в какую-нибудь Китай, там, или Индию, или еще куда-нибудь, я не знаю? Точно не надо быть, не надо волноваться за нефть. Нефть куда-нибудь поплывет, по морю, потому что основные объемы экспорта российской нефти, они идут по морю, даже в Европу. Соотношение, там, трубопроводной нефти и той нефти, которая приходит в Европу, там, 4 к 1 в пользу морской нефти. Поэтому будут плыть не в порт Роттердама, а в порт Шанхая, в порт Мумбая, ну, или куда-то еще. И пока, насколько я понимаю, никому в голову, ну, то есть, не приходят, ну, или скажут, эта идея обсуждалась, но от нее отказались, чтобы вводить эмбарго, в принципе, на российскую нефть, потому что поняли, что это будет катастрофа для мирового рынка. Поэтому можно говорить о том, что сегодня российская нефть продается с дисконтом примерно на 30%. Может быть, ну, или, по крайней мере, семерка объявила, ведущая в странах объявила, что они будут пытаться ввести ограничение цены, которую российская нефть продается. То есть, не 20%, не 30%, а сколько-то больше. Но с точки зрения производства, да, там нефти будет качаться столько, сколько российские компании могут, экспортироваться столько, сколько там труба и танкеры пропустят. То есть, в этом отношении никакого эффекта на российскую экономику с точки зрения динамики ВВП, это вот в этом секторе, в нефтечном секторе не окажет. Понятно, что там доходы бюджета немножечко просядут, нефтегазовые, но будет меньше долларов поступать в Россию, значит, курс доллара вырастет. Ну, в общем, как-то вот это уравнение, оно каким-то образом сойдется. То есть, за российскую нефть беспокоиться не надо, нефть будет добываться, качаться и продаваться. С газом проблема выглядит совершенно по-иному, потому что, ну, вот на сегодня газовый рынок с точки зрения путей транспортировки очень четко делится на два. Да, это трубопроводный газ и это сжижный газ, то, что называется СПГ. И практически, ну, я не помню проектов, которые связаны с тем, что есть какой-то очень длинный газопровод, так, навскидку, я помню, что вот технологически, экономически для России имеет смысл тянуть трубопровод, а потом строить завод по сжижению газа, но это данные, как я вот не помню, там, примерно 13-14 года, когда я занимался этой тематикой, вот, когда газопровод, длина газопровода не превышает тысячу километров. То есть, вот, тянуть газопровод из Ямала до Балтийского моря, это почти там 3000 километров, и там строить завод по сжижению газа, это уже экономически неэффективно. Да, соответственно, вот, либо газ идет по трубе, либо газ идет в ближайший порт, сжижается и ведется как СПГ. Тот российский газ, который идет в Европу, это трубопроводный газ, Новотек поставляет какое-то количество сжиженного газа, но он по всему миру продается, в Европу приходит не очень большой объем, но приходит, конечно. Вот, и там у Путина, я вам открою страшную государственную тайну, нет никакого магического подъемного крана, который мог бы этот газопровод поднять и развернуть в другую сторону. Чтобы, знаете, как сегодня он идет до Европы, а завтра он будет идти, там одна нитка пойдет, не знаю, там Северный поток пойдет в Турцию, или там украинская газотранспортная система пойдет в Китай, а то, что Ямал и Европа через Беларусь пойдет, предположим, в Индию или в Пакистан. Вот у него нет такого подъемного крана, и поэтому эти газопроводы будут лежать в том направлении, в котором они сегодня лежат, в том месте, и просто если там совместными усилиями Путин будет сокращать экспорт газа, а Европа будет переходить на другие источники, то в конечном итоге вот поставки газа по трубопроводу в Европу, но сегодня он идет только там через Украину понемножечку, да, и через Турцию, турецкий поток. Но, соответственно, Газпром потеряет, не знаю, процентов 50-60 своей выручки, и, в общем, как компания начнет испытывать серьезнейшие, даже не структурные, финансовые проблемы. Но опять не надо преувеличивать значение. Знаете, Газпром – это такая кровеносная система для российской экономики, потому что снабжение газом всей страны идет через систему Газпрома, особенно европейской части. Но с точки зрения бюджета доля газа в нефтегазовых доходах составляет меньше 20%. То есть нефтегазовые доходы составляют 40% доходов федерального бюджета, доля газа 20%, сокращается не все. Ну, то есть мы можем говорить о том, что если прекращается полностью экспорт газа через северный поток, остается только Украина и Турция в нынешних объемах, ну, федеральный бюджет потеряет 5-6% своих доходов. Ну, то есть это много, конечно, много, да? Но, опять, наверное, вряд ли это является настолько критическим фактором, чтобы вот в принципе поменять мышление, политику, взгляды Владимира Путина на ту цену, которую платит Россия за продолжение войны. Сергей, Вашингтон-Пост недавно опубликовал статью, которая называется «Путин пытается создать новую ось автократов». И, честно говоря, можно заметить, что в последнее время Путин был очень активен, он ездил в Иран, он встречал, он постоянно в контакте там с лидерами Северной Кореи, он занимается вопросами Сирии и многое-многое другое. Вот скажите, пожалуйста, есть ли какой-то экономический бэкграунд, какая-то экономическая основа для создания такого союза? И, конечно, Китай стоит вспомнить обязательно в первую очередь. Вот. Или здесь это ни при чем? Людмила, вы очень хорошо задали вопрос и фактически ответили на него. Я бы ответил на него такой известной русской пословицей «Дружба, дружба, а табачок в рощь». И потенциальный союз автократов, ну, конечно, он будет построен и он там усиленно строится. Это и Россия, и Китай, и Северная Корея, и Иран, и Хамас, ну и в какой-то степени даже Эрдоган. Но только когда мы начинаем анализировать, а в чем они союзники, то выясняется, что они союзники в риторике. Да, то есть все эти лидеры готовы произносить самые страшные слова, гневные обличения в адрес американского империализма, в адрес Запада, который, в общем, делает все, что возможно, чтобы только разрушить мирное и благополучное существование планеты Земля. И на этом их общие, как бы, цели и единство их союза заканчивается. А после этого начинается табачок. И у каждого из этих автократов есть свои собственные экономические интересы, каждый из этих автократов является лидером своей страны. И в конечном итоге понимает, что если он не будет обеспечивать экономический рост страны, рост благополучия граждан, то ему нужно будет или как в Северной Корее закупать как можно больше огнеметов, чтобы уничтожать противников. Либо, в общем, он будет проигрывать выборы, например, как это происходит, угроза стоит в Иране или в Турции. И здесь, соответственно, каждый из них при первой же возможности втыкает Путину нож в спину и начинает потихонечку от него как это, открыживать, да, все, что только можно. Вот смотрите, там у Путина, Путин говорит, что я буду сокращать поставки газа в Европу, вот. И, видимо, ему все-таки сообщили, что Газпром не увеличивает добычу газа, а сокращает, и что падение уже 25%, и нужно думать о том, как бы там газ перенаправить, как-то вот еще доставить в Европу, чтобы, как пацан сказал, пацан сделал, чтобы он не показался слабым, да, и чтобы вот не нужно было восстанавливать, там неожиданно заявлять о том, что все технологические проблемы с турбинами Сименс на Северном потоке неожиданно как-то магическим образом решены героическими усилиями российских кулибинных, там, в общем, импортозамещение сработало, мы что-то там поменяли в Сименсовских турбинах, и они стали вообще там как швейцарский часовой механизм. И единственный шанс, ну, то есть теоретически можно было бы, конечно, через Украину больше газа качать, но это уже совсем западло, да, ну, вот просто как-то вот точно не по-пацански, и остается Эрдоган. Ну, Эрдоган же не лыком шит, он говорит, разговаривает с Путином, говорит, Володя, я, конечно, готов твой газ качать, но скидку-то дай, да, и вот, и все, да, Китай готов закупать там российскую нефть, но он говорит, ну, Володя, ну, скидку-то 30% дай, Индия готова закупать российский уголь, который идет из Европы, но скидку в 30% дай, да, и то есть вот получается так, что вот как это, табачок действительно в рост, то есть экономические интересы, дальше Китай, конечно, готов с Путиным объединяться в риторике против там гегемонизма США, против однополярного мира, против нарушения международного порядка, но товарищ Си, он же не идиот, да, и он хорошо понимает, что китайская экономика самым критическим образом зависит от того, что Китай поставляет свою продукцию в Европу и в Америку, и поэтому пойти по путинскому пути и разорвать все экономические связи с Европой и Америкой, ну, для него это будет даже не самоубийством, а вот таком самосожжением из огнемета, который он займет у соседнего товарища Кима, да, вот поэтому он говорит, Володя, ну, ты типа иди вперед, мы тебя, конечно, поддержим, мы вперед с песней, там, и мы с тобой, но, ты знаешь, у нас там вот есть свои экономические интересы, поэтому, если ты хочешь, чтобы мы тебе помогли, то дай нам доступ к природным ресурсам Дальнего Востока, дай нам долю в месторождениях нефти, отдай нам долю в Сахалине-2, ну, и так далее, да, поэтому вот этот союз, с одной стороны, он возникает, а с другой стороны, я вообще не понимаю, да, какие, ну, проэкономические я говорю, там, для России это сплошные расходы, но даже и, там, политических бенефитов Путин не особо получает. Сергей, как вы думаете, как долго такие страны, как Китай, Турция, смогут балансировать между интересами России, ну, и, скажем, санкциями Запада, вот, в какой момент должен наступить момент, когда нужно будет сделать выбор, да, потому что, вот, турецкие компании, они там раз попытались обходить, да, какие-то санкции, Америка раз вела санкции против турецких компаний, ну, вроде как-то стало попонятней, потом раз, там, Эрдоган снова выступил с каким-то ярким политическим заявлением, не побоюсь этого слова, да, и таким образом вот происходит какая-то такая балансировка, когда она может закончиться, или, может, никогда, потому что, вот, как вы, справедливо, заметили насчет табачка, он-то все-таки в рознир. Да, Людмила, приведу еще одну цитату, всем известно, из Карла Маркса, что нет такого преступления, на которое капитал не готов, если он видит 300% прибыли. Вот, на тупой, безумно тупой экономической, там, геополитике Путина, которая рвет все отношения с Западом и хочет из России сделать изолированную экономику Северной Кореи, вот, не зарабатывать, там, зарабатывать не хочет только ленивый. Да, но, там, ни Эрдогана, ни Си, ни даже Кима, ни Иран нельзя назвать ленивыми. Они зарабатывать на России будут ровно столько, сколько это будет представляться возможным. Понятно, что, там, любой инвестор, он, там, хорошо понимает, что есть прямая связь между той нормой прибыли, которую вы зарабатываете, и теми рисками, которые вы на себя берете. И что, когда вы думаете, там, о 300% прибыли на помощи Путину, то ли в обходе санкций, то ли, вот, построении новых логистических цепочек, то ли просто в поддержке его экономики каким-то образом, вот, то риски попадания под вторичные санкции США или Евросоюза, они очень велики. Ну, поэтому Китай подставляет компании, там, третьего эшелона, поэтому Турция пытается методом проб и ошибок понять, что можно, а что нельзя. Но когда есть 300% прибыли и есть Путин, ну, нужно быть полным идиотом, чтобы этим не воспользоваться. Сергей, тогда позвольте немножко пройтись по экономике разных стран. Вот еще интересная история с Турцией там происходит, там какая-то совершенно фантастическая инфляция, и, похоже, они там еще понижают ставки. То есть там везде, где все повышают ставки, они ставки понижают. Ну, не знаю, может быть, вы меня сейчас поправите, но там какие-то странные истории происходят с турецкой экономикой. Просто, может, это правильный ход, не знаю. Расскажите, пожалуйста, это интересно. Ну, вот вы действительно сказали, что там в Турции происходят очень странные вещи с экономикой, но они, в принципе, не то чтобы очень странные, но президент Эрдоган всерьез озабочен своими электоральными перспективами, и ему нужно создавать иллюзии экономического роста и благополучия в Турции для того, чтобы ему идти на выборы. И в отличие от Путина, у него выборы настоящие, которые он, будучи даже таким авторитарным лидером, может проиграть. И никто в Турции не знает результатов следующих выборов. Вот. И, соответственно, он считает, ну, в этом отношении дальше у них там мыслительный аппарат построен примерно с Путиным одинаково, что главную роль в поддержке экономического роста должно играть правительство. Но если Путин считает, что правительство это должно делать, увеличивая свои инвестиции, ну, то есть Путину объяснили в какой-то момент, что экономический рост без инвестиций невозможен, вот, а поскольку частные инвесторы инвестировать не хотят, ну, значит, этим должно заниматься государство. Тем более, что оно, там, правительство гораздо лучше знает, чем частный бизнес, куда нужно деньги вкладывать. Вот. А то Эрдоган, он все-таки, у него не было советского прошлого с командной экономикой, что такое госплан и госснап, он не знает. И поэтому он идет по более проверенному пути, по которому уже многие страны шли. Он говорит, а давайте мы просто будем снижать стоимость кредита. То есть, давайте мы сделаем деньги для турецких инвесторов доступными, дешевыми, и пусть они сами решают, куда они будут вкладывать деньги. Ну, вот дальше мы попадаем в ситуацию, которую многие страны проходили, и Украина, и Россия, и Зимбабве, и Венесуэла, ну, и там, Германия. Когда, как это, деньги, в конечном итоге, они влияют, деньги, money does matter, и инфляция, это и есть результат экономической политики. И чем больше денег Эрдоган накачивает в турецкую экономику, меняя министра финансов и председателя Центрального банка, как только председатель Национального банка Турции не хочет снижать процентную ставку, делать деньги более дешевыми, Эрдоган его снимает и ставит следующего. Вот, и поэтому, как, как, как перчатки меняет. Поэтому в Турции инфляция разгоняется постепенно. Последняя цифра, которую я видел, там уже порядка 70%, вот, и турецкая статистика говорит, что политика Эрдогана, она приводит к желаемому результату, что экономический рост он присутствует, и причем такой бурный и, как бы, заметный. Здесь у меня возникают серьезные сомнения, может быть, даже главным образом связанные с тем, что есть, ну, как человек, который когда-то начинал там свою, как это сказать правильно, производственную карьеру, да, научную карьеру со статистикой, я хорошо понимаю, что при темпах инфляции выше 5%, уже точность измерения всех статистических показателей резко падает. Ну, а когда инфляция составляет 70%, то посчитать, а еще она, это же средняя, да, она там дальше начинается по каждому виду товаров, она своя, ну, в общем, достоверность статистики, она очень ограничена, а самое главное, что турецкие компании, турецкие инвесторы, принимая решения об инвестициях, их принимают, исходя из искаженного, как это называется, резинового метра, то есть, вот они берут метр, там, не жесткую линейку, а которую можно растянуть длиннее или сделать, или покороче, вот, и в тот момент, когда экономическая ситуация в Турции нормализуется, совсем даже не факт, что эти предприятия станут эффективными и смогут производить какую-то конкурентоспособную продукцию, но здесь, последнее, завершая эту тему, Эрдогана это волнует в самой меньшей степени, потому что у него, так же, как у Путина, вот проблема долгосрочного будущего, она отсутствует, да, самое главное, пройти через, там, 2024 год, по-моему, когда будут президентские выборы. А как же он пройдет эти выборы, если у него такая инфляция? Вот, это же тоже вопрос. Это же, наверное, цены отражаются, на всем все. Это отражается на ценах, на всем, но это отражается на доходах бюджета, и в Турции, на самом деле, в чем-то, структура населения очень похожа на, как ни странно, на Венесуэлу, очень большая доля сельского населения, она превышает 50% вот сельское и малые города, ну, такие приблизенные. А это как раз электорат? Это его, это его электорат. Традиционно за Эрдогана голосуют деревни и малые города, а все крупные промышленные центры, включая Стамбул, как столица, ну, Анкара, да, и Стамбул, как такая реальная деловая столица, все голосуют за оппозицию. Поэтому, вот его задача сделать так, чтобы опять раздача пряников населению, как и Путин, там, 10 тысяч рублей раз в полгода и сразу показатели бедности у вас категорически падают. Поэтому ставка Эрдогана делается на то, что вот этот вот инфляционный экономический рост будет наращивать доходы бюджета инфляционные, ну, и какую-то часть я буду раздавать населению и население будет видеть, что, в общем, я о нем забочусь. Ну, так же долго продолжаться не может. То есть, должен же быть где-то финал. Самое главное, чтобы переизбраться, а дальше посмотрим. Об этом я подумаю завтра. Теперь, если позволите, немножко о китайской экономике, что там происходит, потому что осень же очень важная и для китайского лидера, правда, для него тоже там стоит вопрос, будет ли он переизбран, чем закончится для него эта осень, это тоже большой вопрос. А если лидер Китая будет изменен, то тогда непонятно, как будет развиваться Китай дальше. Ну, вы абсолютно правильно сказали, что в октябре состоится очередной съезд Компартии Китая, на котором товарищ Си должен быть переизбран на очередной срок, на третий срок, а точнее говоря, должно быть снято ограничение два срока и уходи. В принципе, вот вся политическая машина Китая, она сделала все-все-все необходимые шаги с тем, чтобы закрепить позиции Си как пожизненного лидера и отказаться от той стратегемы постоянного обновления власти, ну, такой, скажем, не в результате демократических выборов, а в результате бюрократических согласований, но, тем не менее, там каждые 10 лет в Китай приходило новое поколение политических лидеров. И вот Си ломает эту систему, возвращается вот путинская система, для Китая система Мао Цзэдуна пожизненного управления, или очень похоже на путинскую систему, вот, что хочу быть для Эрдогана, хочу править вечно. И, хотя, казалось бы, остался, ну, совсем-совсем маленький шаг, который, по большому счету, вряд ли принесет какие-то неожиданности, но, вот, все-таки, отбор делегатов съезда Компартии, он проходит под жестким, таким, неусыпным контролем Центрального комитета. Но, тем не менее, риски остаются, и для товарища Си, конечно, главные это экономические проблемы, и в еще большей степени это проблемы с ковидом. Потому что, в отличие от, там, других стран, которые пошли по пути использования эффективных вакцин и, соответственно, такого, ну, как бы, постепенного привыкания населению, адаптации населения к тому, что вирус с нами будет жить вечно, Китай продолжает проводить политику нулевой толерантности. То есть, как только в крупном или не очень крупном городе происходит вспышка в несколько десятков случаев, город блокируется, жизнь останавливается на 3-4 недели, и, соответственно, ждут, когда все переболеют, или все, те, кто болеют, выздоровеют. в общем, короче говоря, чтобы кеми дальше не распространялось, потому что, судя по всему, эффективность китайской вакцины, она не очень высока, и она не сильно спасает. И сейчас последние оценки, которые я видел, что в Китае примерно 70 миллионов человек живут в городах, которые находятся в состоянии локдауна. То есть, конечно, для основных, это там практически два раза население Украины, но с точки зрения Китая, где население составляет там миллиард 400, ну, это уже не так много, но тем не менее 70 миллионов человек, это 70 миллионов человек. И вот последний год, месяцев 9, наверное, Китай постоянно балансирует, потому что вот этот вирус, он точно совершенно не получилось его остановить, он кочует из одного крупного промышленного центра в Дуголь промышленный центр, и вот способен, способна там компартия Китая как-то вот, ну, хотя бы, опять, как у Эрдогана там до выборов, да, у товарища Си до съезда, ну, сделать так, чтобы эта вспышка, там, условно говоря, с 70 миллионов не перескочила на 170 миллионов, потому что, если вот буквально перед съездом пройдет такой провал, вот, а это его ключевая позиция, да, что как Китай должен остаться здоровым, то его, наверное, теоретически могут ожидать изменения, и вот вокруг этого строится сегодня вся, ну, как, интрига, да, и я бы сказал так, что, да, конечно, экономика Китая страдает от постоянных локдаунов, но говорить о том, что она находится в состоянии кризиса, наверное, сегодня невозможно. Тогда, если позволите, перейдем к ситуации с инфляцией в Штатах и Европейском Союзе, потому что инфляция большая, ну, Британию тоже вспомнив здесь, конечно, инфляция была большая, стали повышать ставки, ставки повысила Федеральная резервная система, Европейский центральный банк повысил тоже ставку. Насколько удается эта борьба с инфляцией, вот то, что евро просел к доллару, это тенденция или это просто вот на сегодня такая ситуация сложилась. Вот если можно, вот тут общую картину, пожалуйста. Ну, давайте начнем с инфляции. Если я забуду про курс евро-доллар, вы мне напомните, пожалуйста, да? Да, конечно. Центральные банки и США, и Великобритании, и еврозоны очень жестко нацелены на борьбу с инфляцией. И здесь, опять я использую свою фразу любимую, одну из любимых, танго танцуют вдвоем. С одной стороны, центральные банки окончательно убедились в том, что инфляция не носит там, или в какой-то сильной мере носит непереходный характер, а является результатом мягкой бюджетной политики всех тех огромных выплат, которые были сделаны уже на исходе коронавирусной эпидемии, или там острой фазы борьбы с коронавирусной эпидемией. Вот. И, соответственно, они постепенно повышают ставки, и, ну, так, чтобы уже не забывать, скорость повышения процентных ставок во США резко выше, чем то, что происходит в Европе. И, собственно говоря, с этим связано ослабление евро по отношению к доллару, хотя в современном мире вот все ожидают рецессии в экономике из-за того, что ставки растут, а в условиях рецессии всегда курс доллара усиливается. Поэтому ослабление евро это результат того, что Европейский Центральный Банк идет слишком медленно по пути повышения ставок по сравнению с ФРС США. Ну, и второе, это просто общий фон, когда доллар укрепляется по отношению ко всем остальным валютам. Вот. Ну, это одна составляющая, да, что Центральные Банки повышают ставки, и президент, председатель Федеральной Резервной Системы Джером Пауэлл, он неожиданно как-то из такого, ну, если не голубя, то индейки превратился в яскреба, который говорит о том, что вот мы будем бороться с инфляцией жестко и до конца, и последовательно, в общем, будем ставку повышать ровно столько, сколько надо, и с одной стороны любое повышение ставки или понижение ставки влияет на инфляцию с очень большим лагом, ну, в Америке это, наверное, там 18 месяцев, то есть полтора года, но с другой стороны вот эта танго, которую танцуют вдвоем, арифметика, даже это не математика, а просто арифметика инфляционная играет, ну, поддерживает уверенность ФРС в том, что их, именно их действия способствуют снижению инфляции, потому что у американской инфляции было три основных драйвера, первое, это вот мягкая бюджетная политика, с которой должны бороться, с последствиями, которые должны бороться с повышением процентных ставок, и вот эта мягкая бюджетная политика, она закончилась, новых выплат бюджетных в огромных не идет, последние были выплаты, когда у нас там в начале 21-го года, весной 21-го года, то есть уже прошло практически полтора года, ну, и вроде как эффект, он, ну, должен все-таки уже исчезать. С другой стороны, инфляция разгонялась не только в Америке, но и там, во многих других странах, из-за того, что в структуре потребления населения, или, скажем так, в структуре потребительских расходов, произошли серьезные изменения, да, то есть от каких-то расходов пришлось отказаться, на какие-то категории товаров вырос спрос, какие-то поставки, они были нарушены тем, что плохо, ну, разрушались логистические связи, локдауны, то в одной стороне, то в другой стороне, ну, короче, вот все эти эффекты коронавируса, они тоже влияли на изменение спроса и предложения, но здесь, повышая процентную ставку, не повышая процентную ставку, то есть до тех пор, пока производственные цепочки не нормализуются, наверное, этот эффект будет сохраняться, да, или до тех пор, пока население не устаканится в своей структуре потребления, до тех пор, пока там цены на гостиницы, на курорты, на авиационные перелеты относительно не догонят все остальное и не компенсируют там потери, которые были раньше, ну, наверное, вот это инфляционное давление будет в какой-то мере сохраняться, да, вот, а третий, самый последний фактор, это то, что очень мощным фактором инфляции в США, ну, и так же, как и в еврозоне, но в США это гораздо сильнее, цены на бензин, потому что бензин, это очень, там, порядка 20% расходы на транспорт, куда входит передвижение, американцы ездят на автомобилях, в силу того, что уровень акцизов на бензин в США минимальный, существует очень жесткая корреляция, движение цен на бензин идет вслед за движением цен на нефть, и здесь, вот, максимальная цена на нефть была достигнута, где-то там, в апреле, наверное, мае этого года, когда она была 120 долларов за баррель, а за год, да, ведь инфляцию, как, очень часто считают, за последние 12 месяцев, а условно говоря, весной, в конце весны, в начале лета 21-го года, цена нефти была, ну, если так, на вскидку, долларов 60, ну, то есть, фактически, за год цены выросли в два раза, сразу же говорят, что это все Путин, это война, что на самом деле не совсем правда, потому что перед началом войны, в середине февраля, цена на нефть была выше 95 долларов за баррель, то есть, на самом деле, получилось так, что основное повышение цен, вот такое, оно случилось там, с начала лета прошлого года, и где-то там, ну, до конца зимы, давайте так говорим, до начала войны, и вот этот эффект, он постепенно будет ослабевать, потому что сейчас, опять, цены на нефть, они уже вот в этом диапазоне 95 долларов плюс-минус, да, и сегодня мы там меряем цены на нефть, цены на бензин, с уровнем сентября 21 года, когда цена на нефть была уже где-то там, ближе к 70 долларам, соответственно, как только мы пройдем, ну, если цена на нефть радикально не изменится, то уже там, в январе месяце, эффект бензиновых цен на инфляцию сойдет на нет, да, и вот такое вот сочетание, с одной стороны, центральные банки повышают ставки, с другой стороны, насколько я, вот из моего анализа получается, что действие многих инфляционных факторов, оно постепенно будет ослабевать, я думаю, что там к началу следующего года Федеральная резервная система отрапортует, что, ну, все, вот смотрите, мы подавили инфляцию, там, надо, конечно, там будет все равно процентов 5-6, но это все-таки не 9, да, ну, в общем, на этом могут и успокоиться, поэтому вот так вот выглядит, наверное, перспектива инфляции. Точно так же они выглядят и в Европейском Союзе? Примерно так же, но с каким-то лагом, да, то есть, поскольку Европейский центральный банк начал все это делать с запозданием, то же самое, ну, не знаю, с лагом 3-4 месяца будет достигнут. Я правильно понимаю, что можно говорить, что со временем, там, вот к началу следующего года, в целом, вот эти инфляционные большие процессы, которые были, они будут как-то сведены, ну, к какому-то возможному минимуму, то есть, на это можно ориентироваться? Я бы более осторожно выразился. Все-таки инфляция 5, там, или 6 процентов, про которую говорю я, она для западных экономик является слишком высокой. Все-таки целевая инфляция и для США, и для еврозоны, это 2 процента, ну, как это, как это в старом, они говорили, ну, с МВОСом, в крайнем случае, да, то есть, возможно, Федеральная резервная система согласится иметь на какое-то время 3 процента инфляции, но вряд ли выше, да, поэтому разговоры об инфляции резко поутихнут, то есть, статистически у всех будет на глазах, что инфляция быстро снижается и что, соответственно, все видели, что ставка повышается, ну, то есть, вроде как, все движется в правильном направлении, острота обсуждения этой проблемы, она резко спадет, но повышенная инфляция еще будет сохраняться, я не знаю, там, полгода, год, может, полтора года, да, то есть, вот, движение к уровню 2 процента в год, ну, наверное, еще там, может быть, даже еще 12 месяцев понадобится. Означает ли это, что, вот, баланс между курсом евро и долларом тоже будет потихонечку возвращаться в какие-то прежние позиции, или вот тенденция на понижение курса евро по отношению к доллару так и сохранится, несмотря на вот эти процессы, связанные с инфляцией? Я бы, как это, отвечая на ваш вопрос, спросил, а что такое прежнее? Потому что на моей памяти когда-то евро стоил там 0, нет, доллар стоил 0,85 евроцентов, да, то есть, было соотношение противоположное, поэтому, ну, да, в общем, на самом деле, сегодня соотношение один к одному, оно, в общем, тоже когда-то было в нашей истории, оно, и будет ли евро укрепляться по отношению к доллару, я бы сказал так, что это главным образом зависит от того, насколько тяжелыми будут для европейской экономики последствия вот этой газовой войны, которую развязал Кремль, да, потому что уже сейчас многие предприятия говорят о том, что они, там, производители металла, удобрений, что они химия, что их конкурентоспособность резко падает, что при таких ценах на газ они не могут обеспечивать полную занятость, да, и вот сегодня сказать, перейдет европейская экономика из-за этого в рецессию или нет, очень тяжело, если, скажем так, в течение года Европе удастся выйти на темпы роста, ну, то, что для Европы считается еврозоной нормальным, от одного до двух процентов, я думаю, что евро может начать укрепляться к доллару, если, там, европейская экономика застрянет на уровне нуля и будет бороться с последствиями газового шантажа Путина, то я думаю, что даже еще какое-то дальнейшее укрепление доллара по отношению к евро тоже может быть. Если вот эти инфляционные процессы будут каким-то образом снижаться на Западе, то повлияет это каким-то образом на инфляцию в Украине или история с украинской экономикой это другая история страны, которая воюет? Вы абсолютно правильно сказали, хорошо задали вопрос и сами на него ответили. Украинская экономика, ну, ее сегодня невозможно рассматривать как нормальную экономическую систему. Это экономика войны, страны, которая воюет и война, для которой идет очень тяжело с точки зрения нагрузки и на население, и на людей, и на экономику, и на бюджет, и на денежную политику. Поэтому, конечно, снижение мировых цен на нефть каким-то образом повлияет на цены на бензин в Украине, но в гораздо большей степени на цены на бензин в Украине повлияют российские ракетные удары по нефтепрерабатывающим заводам или по хранилищам нефтепродуктов. Поэтому все, что касается Украины и состояния украинской экономики, нужно, можно, нужно рассматривать только как экономики страны, которые находятся в состоянии войны и делать очень большие оговорки относительно того, что вообще происходит, какие процессы идут. И точно совершенно нельзя сравнивать с тем, что происходит в других странах, которые находятся в мирном состоянии. Сергей, ну тогда вопрос, конечно, тоже следующий. Какие процессы идут в украинской экономике, как вам представляется хотя бы общими какими-то мазками и в этом тоже, тут сюда же еще вопрос, что сейчас многие говорят о том, что сейчас самое время предпринять какие-то реформы экономические, которые не были давно сделаны, чтобы быть готовыми как-то перезапустить украинскую экономику, ну вот, когда закончится война. Насколько вообще можно сейчас говорить о реформах? Какие тенденции? Вот у нас сейчас заговорили о реформах налоговой системы и считают, что сейчас очень правильно это делать, потому что все равно у нас не хватает своих денег и мы все равно живем по большому счету займами и грантами и в этом смысле это шанс что-то поменять. Как вам это представляется? Как со стороны вы смотрите на область? Я просто знаю, что вы очень погружены, я знаю, что вы знаете. Сейчас, сейчас я просто пытаюсь логику. Знаете, пока вы произносите последние слова вопроса, я пытаюсь в голове выстроить логику ответа. Это такая как бы пауза на размышлениях. Мы же с вами вопросы не согласовываем в начале. Нет, никогда, причем не делаем. Поэтому я должен как-то реагировать немедленно. Смотрите, моя позиция состоит в том, что основные проблемы, которые сдерживали рост экономики Украины до войны, они были не экономические. И да, можно говорить о том, что Украина шла очень медленно по пути приватизации, что Украина тащила на себе огромный ввоз государственных неэффективных компаний, которые фактически кормились из государственного бюджета. Да, можно говорить о том, что Украина, в Украине не, ну, мягко сказать, не совсем рациональная налоговая система, что Украине неплохо было бы провести такую серьезную структурную реформу пенсионную, рассчитанную на вот те поколения, которым сегодня, как я говорю, там 20, 30, 35, да, чтобы вот им объяснить, как будет устроена их пенсионная жизнь в будущем. Но все-таки основными тормозами движения украинской экономики вперед были политические ограничения или политические, не способность, не желание, не готовность власти проводить политические реформы, а это судебная реформа, это борьба с коррупцией, да, это создание привлекательных условий для иностранных инвесторов. И вот с этим, ну, к сожалению, об этом вообще пока разговора не идет. Я не хочу сказать, что сейчас самое правильное там время, например, для того, чтобы запустить процессы приватизации. Понятно, что желающих рисковать своими деньгами и покупать такие предприятия с сомнительной экономической эффективностью государственной, которые там, в общем, то ли там директор ворует, то ли там они не могут произвести действительно ничего хорошего. Вот покупать такие предприятия в стране, которые находятся в состоянии войны, но это может быть совсем отвязным инвесторам, а таких не очень много. И поэтому я подозреваю, что это будет очень тяжелым процессом, а может быть даже и невозможным. Возможно, действительно, есть какая-то логика в том, чтобы сейчас провести в Украине налоговую реформу, но все предложения, которые я слышал и которые я рассматривал, чужие, они, вот я, к сожалению, не могу сейчас, что называется, в очной дискуссии приехать в Киев и поговорить на все эти вопросы, они не кажутся мне рациональными. То есть они какие-то, вот знаете, как вот, все-таки Украина же не единственная страна, которая формирует свой бюджет за счет налоговой системы. Таких стран, не знаю, там 200 штук в мире. И есть некие общие закономерности, есть некие общие тренды того, как строятся налоговые системы, что можно, что нельзя, что эффективно, что неэффективно. Вот почему-то в Украине очень популярны всегда предложения, которые такие маргинальные, которые вот находятся вне мейнстрима, вне основного тренда, которые когда-то кем-то пробовались, но там, единицами стран, но, как правило, не приводили к значимому эффекту. Ну, например, это же интересно просто. Ну, например, налог на выведенный капитал. Отказ от налога на прибыль и переход к налогу на выведенный капитал. Ну, вот это вот такая абсолютно маргинальная история, которая, ну, все аргументы в ее пользу строятся по принципу «я знаю, что так будет». То есть никаких оценок и, вот, понимая, дальше там начинаются огромные возможности для ухода от этого налога. И все мои говорят, посмотрите, вот схема раз, два, три, можно и так, можно и так, можно и так. Ну, ничего, у нас налоговая инспекция будет работать лучше. Но если у вас налоговая инспекция может работать лучше, то пусть она работает с той налоговой системой, которая есть. Я считаю, что в Украине слишком мягкое налоговое законодательство по отношению к тому, что называется ФОПа, да, вот эти индивидуальные предприятия и, скажем так, даже не столько с точки зрения самой налоговой нагрузки, да, которые там можно, упрощенные системы налогообложения там для малых предпринимателей, для единичных, индивидуальных, все понятно. Но эти люди, во-первых, эти люди и компании, они платят очень низкую ставку взносов в социальные фонды, в первую очередь в пенсионный фонд, да, и это подрывает устойчивость пенсионной системы, но при этом люди будут рассчитывать там на равные права в получении доступа там к медицине, к образованию, к пенсионному будущему. А второе, в Украине эти схемы ФОПов, они очень часто используются крупными компаниями для ухода от корпоративных налогов. Вот, и все попытки вот как-то эту поляну расчистить и построить компромисс, консенсус, давайте двигаться в нормальную сторону, они тоже упираются в, как это сказать, болото или такую в бетонную стену противостояния. Ну, потому что я очень хорошо понимаю, какие интересы стоят за этими предложениями. Вот, одним словом, про налоговую реформу наверное можно сегодня в Украине говорить, да, но мне кажется, что этот вопрос должен быть слишком серьезный вопрос, чтобы доверять его политикам. Все-таки сначала нужно на уровне экспертов внимательно проанализировать недостатки налоговой системы Украины по состоянию, условно говоря, там, на 2019 год, там, до ковидной годы, да, когда уже, или там, не знаю, там, в крайнем случае, на второй половине 2021 года, когда уже ковидные последствия были преодолены, понять, какие есть слабости, понять, какие есть дефекты, договориться о налоговом компромиссе, да, что, там, какие ограничения, то есть, условно говоря, в моем понимании, там, налоговая реформа имеет смысл проводить, когда вы четко, ну, опять, на экспертом уровне согласовали финансовые последствия. Ведь налоги же нужны не сами по себе, налоги нужны для поддержания стабильности бюджета. И, в принципе, можно всегда придумать налоговую систему, которая приведет к падению налогов доходов бюджета, вот прямо сейчас на 10%, и составляем, ну, знаете, а в будущем все это, там, экономика начнет бурно расти, и, там, все это дело, как это, восстановится. Ну, на самом деле, это не очень понятно, можно идти по этому пути, там, как это сделал Рейган, но нужно очень хорошо понимать, какого масштаба будут проблемы, и каким образом, там, украинское министерство финансов, украинский бюджет смогут финансировать такой дефицит, и если предлагается падение налогов нам на 15-20%, то в моем понимании это налоговая система, она, ну, налоговая реформа, она не жизнеспособна. Соответственно, нужен вот этот политический компромисс, да, что является допустимым, там, либо мы строим фискальную модель, налоговую модель, новую, исходя из того, что никаких налоговых потерь нет, либо мы договариваемся, что мы считаем, мы как дальше уже там политики, принимающие решения, что мы согласны на то, чтобы налоги, доходы бюджета упали там на 5%, на 7%, ну, вот какую-то планку, да, и уже под это подстраивать нормативы, но не наоборот, да, не тогда, когда мы скажем, а давайте мы сейчас снизим все налоги, мы все это дело отменим, и, соответственно, вперед. Да, еще очень важный элемент налоговой реформы в Украине, о котором нельзя забывать, и которого, чего в Украине, к сожалению, не обсуждается, это построение финансовой самостоятельности громад, да, вот на местном уровне, то есть передача налоговых полномочий громадам, чтобы они собирали налоги, и в первую очередь это налоги на недвижимость. И здесь у Украины, что называется, непаханное поле, да, со всеми этими реестрами недвижимости, с тем, что недвижимость там, какого там, до 2011 или до 2012 года, если она в старом реестре, то она вообще выпадает из подставок налогов, не выпадает под налоговую базу. Соответственно, громады самостоятельно или им нужно дать право объединяться и создавать вот эту структуру, то, что можно назвать там налоговыми маршалами, да, то есть это не налоговая федеральная, не государственная налоговая служба, там на уровне Украины должна выставлять платежки за недвижимость, а это вот налоговые маршалы, которые работают в интересах громад, объединения громад, они выставляют платежки, они, у них есть, должно быть право, как это, инфорсмента, принуждение к уплате налогов, ареста и так далее, и так далее, и так далее, да, то есть вот это можно готовиться, да, можно обсуждать, но это должно быть абсолютно серьезное понимание того, чего мы хотим добиться, вот, а что касается политических реформ, ну, я очень хорошо понимаю сейчас состояние и президента Зеленского, и офиса президента, ну, им сейчас в условиях войны, наверное, все-таки, хотя с коррупцией все равно бороться надо, да, и никуда она не делась, она может там немножко спряталась, немножко как-то, ну, не до того многим стало, да, но это же никто не снимал с повестки дня, да, здесь тоже, к сожалению, никакого продвижения вперед пока не видно, и даже эта тема, она как-то, вот, знаете, ушла с, как модное слово, ну, или старое слово, да, вспомнил, с первых страниц газет, вот, поэтому время для реформ в Украине, ну, как сказать, к этому всегда нужно быть готовым, я считаю, что политики, они всегда должны иметь на готове план действий в тот момент, когда, да, и мы очень хорошо понимаем, что в какой-то момент Украина перейдет в мирное состояние жизни, да, вернется вот в мирное состояние, и если у президента Зеленского и его команды в этот момент не будет плана действий, да, не будет плана решения, в первую очередь, политических проблем, которые мешали росту, то никакой план маршала Украины не поможет. Сергей, спасибо вам огромное, спасибо, что были сегодня с нами на связи, очень вам благодарны за это. До свидания, спасибо большое. Сергей Алексашенко был сегодня с нами на связи, за что мы ему страшно благодарны, и, конечно, признательно вам, нашей спонсорной платформе Патреон, оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Патреон.